Глава 5. Капитан Америка-суперсолдат, герой Второй мировой, человек, который, несмотря на то, что с момента его судьбоносной встречи с сывороткой, подарившей ему суперсилы, минули десятилетия, до сих пор помнит, каково это быть слабым, и оттого по-настоящему осознает, что такое быть сильным. Капитан Америка-первый мститель, человек, настолько сроднившийся со звездами и полосами, гордо украшающими его костюм, что даже самые близкие его друзья не всегда понимают, где кончаются высокопарные идеи, и начинается настоящий человек из плоти и крови. Капитан Америка-чемпион демократии, страж свободы, телохранитель Билли о правах, человек вне времени, человек, застрявший в современном мире, который движется так стремительно, что временами кажется, будто он уже перерос те самые принципы, которые позволили ему достичь таких высот. Капитан Америка-человек, о котором в этой книжке не будет больше ни слова. Я вас обдурил. Если ты психопат, значит, можно никогда не извиняться. Кто успел, тот и съел, так-то, ребятки. Но довольно. Со стучащим сердцем, на пружинищих ногах и с чем-то быстрее молнии, с обостренными до предела рефлексами я устремляюсь к выходу из-за магазина, подвергнутого децимации. Именно так. Где-то десятую его часть я и разгромил. Я рвусь вперед, готовый рьяно ринуться на разборки с ревущим разъяренным монстром. Но знаете что? В безумном ритме нашей жизни иногда нужно остановиться и просто понюхать розу. Поэтому я приостанавливаюсь возле автоматических дверей и пару раз заставляю их открыться и закрыться. Нет, ну до чего же классно. МММ. А монстр? Да, я как раз об этом хотел сказать. Оказавшись на улице, я вновь слышу отчаянный крик на помощь. На помощь. Помогите. Я смотрю налево, смотрю направо, смотрю назад. Заглядываю себе под ноги. Ничего. По крайней мере, ничего такого, до чего хотелось бы дотрагиваться. Не вините меня. Люди паршиво ориентируются по звуку. Именно поэтому басовая колонка всегда только одна, почти никто не может разобрать, откуда исходит низкочастотный звук. Помогите. Спасите. На помощь. Хм. Может ли этот крик раздаваться изнутри? Нека. Тут ничего нет. Исчерпав все варианты, я смотрю в единственном оставшемся направлении наверх. И что бы вы думали? Вот мой крикун. ГМ, смотреть тут особо ни на что. Может быть, это папа, который купил щенка-овчарки, чтобы сделать детишкам сюрприз, или одинокий бизнесмен, который хочет, чтобы вечером после работы дома его кто-то ждал. Я могу дать вам информацию о его возрасте, весе, росте и цвете волос, вернуть какую-нибудь сочную метафору, лицо, кислое, словно выжатый грейпфрут, но, скажу вам честно, это очень скучный тип. Я бы тогда лучше вернулся назад и описал тех агентов ЩИТа. И реплики у него тоже совершенно беспомощные. Помогите. 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 Никакого намека на характер, никакой информации, которая могла бы продвинуть вперед сюжет. Никаких тебе меня похитили, или мой новый щенок превратился в огромное чудовище, и у меня есть основания полагать, что это не к добру, или а-а-а. Мир перевернулся. Тот, кого я раньше держал в руках, теперь сам меня держит. С другой стороны, существо, которое держит его на весу, на нем стоит остановиться поподробнее. А-а-а. Кто-нибудь, дайте мне мой шелковый веер, тот, который с черными блестками, не то я лишусь чувств. Хлопая крыльями, куда более внушительными, чем у гума, монстр кружит метрах в двадцати на центральной авеню, сжимая истошно орущего болвана в своих. Интересно, можно ли назвать это руками? В целом, это существо больше всего похоже на большой старый дом из серого камня, но домом его назвать нельзя, потому что дома вроде как не летают. Может, эта штука прилетела с парада воздушных шаров на День Благодарения. Хия. До праздника еще далеко, да и зачем кому-то делать серый воздушный шар? Сколотящимся сердцем я взбираюсь на припаркованный поблизости фургон, чтобы лучше все разглядеть. На поверхности серой каменной громады проступают угловатые контуры тела, как лица президентов на скале Рашмар. А крылья? Ох, мама! Они широченные, словно у исполинской летучей мыши. И довольно стильные их острые кончики идеально сочетаются с заостренными ушами по обеим сторонам типичной гоблинской рожи. Может показаться, что тому, кто похож на кусок гранита, одежда не нужна, но монстр натянул шорты, такие же серые и бугристые, как и его шкура, скрывающие органы, которых, может, у него и вовсе нет. В отличие от Гума, этот парень как две капли воды похож на, как там называются те скульптуры, которые сидят на карнизах и служат водостоками. Святой Роман еще с такой сражался в седьмом веке. И мультсериал про них был. Вертится же на языке. Пусть мир узрит могущество горголы из племени живых горгулей. Я щелкаю пальцами. Горгулья, точно. Спасибо. Но. Горгола. Слушай, чувак, звучит как название сыра. То ли монстр меня игнорирует, то ли он слишком высоко и ничего не слышит. Не беда. Я ведь сама ловкость. Точно рассчитанный прыжок на пожарную лестницу, вверх по перекладинам, еще прыжок, сальто в воздухе, приземление с кувырком, и вот я уже бегу по крыше за магазина, на одном уровне с машущим крыльями монстром. На помощь. На помощь. Спасите. Вопит беспомощная жертва. Да, да, как скажешь. Уже звоню во все газеты. Я прыгаю с крыши и приземляюсь на здание соседнего кинотеатра. Оно пока не достроено, и скажу я вам, бардак тут изрядный. Я попусту теряю время, петляя между открытыми ящиками, обломками вентиляционных труб и прочим хламом. В первоначальном варианте этой главы я даже наступал на грабли, которые били меня по лбу, но все согласились, что это слишком нелепо. Конечно же, здесь есть желоб для строительного мусора, но разве кто-то им пользуется? Как бы не так. Эй, Гарги! Теперь ты меня слышишь. Он даже не смотрит в мою сторону. Я швыряю ему в нос кирпич, и тогда он скашивает на меня глаза и поправляет. Я горгала. И я голодный. Что бы вы думали? Он действительно меня игнорировал. Видимо, я его обидел. Пока у него в руках крикун, я не могу воспользоваться спреем, так что я предпочитаю сыграть на его слабостях. Эгей, га-гау-ля-ля. Сердишься, когда ничтожные людишки коверкают твое имя. Хочешь излучать силу, я понимаю. Но если ты и вправду желаешь, чтобы мир, как ты сказал, узрел твое могущество, тогда я спрошу, как живая горгулья вроде тебя дошла до того, чтобы схватить этого мистера-монотонистера, который все время твердит одно и то же. Что это тебе говорит? Нас всех, хотим мы этого или нет, судят по нашим жертвам, разве не так? Монстр приподнимает крикуна и глядит на него. На помощь. Помогите. На помощь. Судя по выражению лица, горгул со мной согласен. На твоем месте я бы поднял ставки. Взял бы в плен кого-нибудь более заметного, кого-то, кто сумел бы приковать внимание всего мира. Кого-то, я выпячиваю грудь, готовый сказать, вроде меня, но не успеваю я закончить фразу, план срабатывает. Монстр бросает крикуна. Ты просто молодец. И настоящий умник. Я уже сказал, вы можете остаться. Не надо подлизываться. Так или иначе, горгонзола улетает искать кого-нибудь более заметного, а мне приходится оставить его на десерт и сосредоточиться на пострадавшем. Который падает с криком на помощь. На помощь. На помощь. Эх. Я, конечно, не какой-нибудь там супер-пупер-герой, который из кожи вон лезет, чтобы спасти всякого неудачника, готового встретиться с асфальтом, но этот парень до сих пор верещал бы в когтях у горгарота и был бы в целости и сохранности, если бы я держал рот на замке. Раз это мой косяк, надо что-то предпринять. Поскольку лучше всего я умею целиться и стрелять, я пару раз палю в желоб для мусора. Крепления слетают, и желоб услужливо ловит болвана на середине слова «помогите». Теперь он проживет остаток своей дурацкой жизни в относительной безопасности. Потому что, ну-ка, ты молодец. Все правильно сделал. Все как по маслу. Не пострадал ни один волосок у него на ГМ, а может и пострадал. Удар оказался слишком резким, и теперь парень катится по земле, словно тряпичная кукла или, точнее говоря, словно безвольный труп. Мне все-таки кажется, что он жив, но издалека не разберешь, он ведь перестал твердить «помогите». Вот черт. Придется проверить. Зря я это затеял. Как только я шлепаюсь в мусорный бак, болван подскакивает, обнимает меня и утыкается головой мне в плечо. И что же говорит этот парень, только что вернувшийся с того света? Спасибо. 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 Надо же, как изобретательно. Я отпихиваю его незаслуживающее описание руки. Серьезно. Больше тебе нечего сказать. Даже благодаришь ты уныло. Знаешь что, убирайся отсюда. Живее. И упаси тебя Бог придумать что-нибудь оригинальное, потому что это только подчеркнет все глубины твоей ничтожности. Парень отступает, подняв руки, как будто перед ним грабитель. Ладно, ладно, ладно. Черт побери, ты даже голодному монстру надоел. К слову, о монстрах малыш Горгола близко к сердцу принял мой совет о новой жертве. Помните тот ипподром? Тот самый, который, как я уверял, не имеет отношения к истории. Оказывается, еще как имеет. Горгола голодный. Если голод стучится в дверь, кто я такой, чтобы делать вид, будто меня нет дома? Да, может быть, это не голод, а просто страховой агент, но откуда мне знать? Нет, леди и джентльмены, говорю вам, когда за дверью голод, я не сижу на диване, я радостно бегу на стук. Кхе-кхе. Йонкерскому ипподрому уже сто лет, и он расположен на территории легендарного мирового казино. Довольно комиксовое название, и оно отлично подходит для места, похожего на свалившийся с неба кусок Лос-Вегаса. Огни всех цветов радуги, азартные игры на любой вкус, шикарные рестораны и стендап-вечеринки в манхэттенском духе прилагаются. Но внимание нашей горгульи привлекает вычурный навес над входом. Разноцветные огни составляют приятный контраст с его серейшеством. Жаль, вы этого не видите, но я прямо слышу, как он причмокивает губами, осознав, что скрывается за этим навесом. Монстр несется к беговым дорожкам быстрее, чем улепетывает бойфринт-гувернантки, когда слышит, как тормозит машина хозяев дома. Что же его так привлекло? Видимо, скачки в упряжке, они уже начались. Скачки в упряжке. Это что-то из 50 оттенков серого. Вы можете на минутку включить фильтр пошлости. Скачки в упряжке, это как гонки на колесницах в Бенгуре, только возница сидит, а не стоит. Для горголы это обед на колесиках. Не обращая внимания на мелочи вроде входных билетов и охранников, я устремляюсь к дорожкам. И успеваю как раз к тому моменту, когда восемь горячих скакунов выходят на финишную прямую. Ох, что это за скачки! Впереди несутся две лошади, то и дело обгоняя друг друга. Вот быстроногий бекон вырывается вперед. А теперь его обходит папин портфель. Погодите-ка, фаворит скачек сладкая кукурузка набирает скорость. Она идет ноздря в ноздрю с папиным портфелем. До финиша считанные секунды, ребята. Или нет? Вы только представьте себе, живая горгулий несется вслед за лошадьми, раскинув крылья и поднимая клубы пыли. Жокеи и лошади, как по команде оборачиваются, не врут, не врут про ментальную связь между конем и возницей, и видят 50 оттенков серого, которые уже почти наступают им на копыта. Лошади пересекают финишную прямую и мчатся дальше. Скачки продолжаются. А толпа просто обезумела. Не в том смысле, в каком вы подумали. Я полагал, что они, ну, знаете, разбегутся при виде монстра. Ничего подобного. То ли они с ним заодно, то ли так привыкли к спецэффектам, что думают, будто это часть шоу. Они хлопают в ладоши и подбадривают своих фаворитов. Разве их можно винить? Вы только посмотрите, как несутся эти коняшки. Мчатся сломя голову, словно пытаются убежать от смерти, и это действительно так. Даже последний аутсайдер, булка с маслом, выкладывается на всю катушку мистер 50 оттенков, взял хороший старт, но теперь вынужден махать крыльями, как ошалевший, чтобы не отставать. Хотя нет. Похоже, Гарги просто берег силы. Он настигает булку, та поддает ходу, проходит поворот. Кажется, что булка смогла оторваться, но... Ох! Слишком медленно. 50 оттенков хватает ее, запихивает в рот и съедает. Масло падает вниз. Признайтесь, вы ведь ждали чего-то, подобного. К счастью для жокея, булки хватает больше, чем на один зуб. Брошенная повозка разваливается на части, но при нем крезво вскакивает, как будто у него муравьи в штанах, и удирает со всех ног, прежде чем 50 оттенков закончит обед. Я думал, что горголу в первую очередь интересовала демонстрация могущества, но, похоже, у всех этих монстров слабость к свежей плоти. Может, из-за мутации, у них неустойчивый обмен веществ. Хотя стремление к мировому господству тоже не говорит об устойчивости. Таким образом, если я не ошибаюсь в своей интерпретации происходящих событий, мы дошли до той стадии, когда совесть не просто позволяет мне прикончить эту статую, она практически этого требует. Отлично, совесть, как скажешь. Я распихиваю оцепеневших зрителей и пробираюсь ближе к дорожке, сжимая в руке баллончик. В общей суматохе довольно трудно прицелиться. Но после дюжины наклонов и приседаний мне это удается. Одно быстрое нажатие и Google, этот неудачливый поисковик, превратится в большую мокрую лужу. Слишком просто звучит «да». Ну само собой. Всегда есть какое-то «но» или «вдруг». Сейчас, например, только я собираюсь погеройствовать, как некий любитель скачек подходит и хватает меня своей огромной ручищей. Когда я говорю «огромная», это не значит «мускулистая», это значит «жирная». Передо мной стоит настоящая Годзилла. Понятия не имею, как ему удалось впихнуть эту гору жира в рубашку и тем более в куртку. И чтобы еще сильнее подчеркнуть сходство со свиньей, на голове и на лице у него топорщится колючая щетина. Не подумайте, будто я нетолерантен к толстякам. Этот парень носит свой жир с достоинством. Может даже, он ему зачем-то нужен. Но этот выходец с острова доктора Мора, благоухающий гелем для душа, хватает меня за руку и спрашивает. Ты что делаешь? Что я делаю? Я сделал в своей жизни множество вещей, которые и вправду нуждались в объяснении, но попытка спасти горстку людей от разъяренного исполина в эту категорию точно не входит. Я настолько ошеломлен, что вместо остроумной отмазки указываю на горгулю, словно в этом есть необходимость, и выдаю всю правду. Я хочу остановить этого монстра и спасти лошадей. Годзилла качает головой. Готов спорить, что папин портфель, на которого я ставил, пройдет еще три круга, прежде чем эта тварь его настигнет. Пусть они финишируют. Какая-то злющая очкастая жерть с модной укладкой, услышав нас разговор, трясет тощим кулаком. Да. Пусть финишируют. Вскоре я уже окружен толпой, в которой кажусь себе самым нормальным это я-то. Не знаю, кто передо мной профессиональные букмекеры, подсевшие на скачки игроманы или просто туристы, которые любят порать. Ко мне со всех сторон тянутся руки, как в ночи живых дельцов. И все вокруг сердито кричат. Пусть финишируют. Пусть финишируют. Это же глюки, правда. Как в тот раз с баскетболом и Софи. Нет. Не думаю. Если я оказался оплотом здравого смысла дела труба. Слушайте, я понимаю, сопутствующий урон и все такое, но бог с ними, с бедными лошадками, жакеев вам тоже не жалко. Они замолкают, уставившись перед собой. Может быть, я достучался до них, пробил брешь в их душевной корости, дал им вербальную затрещину. Вот только смотрят они не на меня, а на дорожку. Они притихли и наблюдают, как очередная лошадь превращается в конину. Надеюсь, сладкая кукурузка оправдала свое имя. Неудачники оплакивают свои деньги. Все остальные, включая Годзиллу и очкастую злюку, продолжают подбадривать криками пока еще живых лошадей. Вы уверены, что это не глюки? Мы знаем не больше тебя. Что ж, время запачкать руки. Другими словами, я открываю стрельбу. Нет, не по кому-то конкретному, но громкие выстрелы всегда помогают лучше донести мысль. Всем очистить генофонд. Почти все бегут в рассыпную хорошие, годные приматы, с инстинктом самосохранения у них все в порядке. Но к Годзилле это не относится. Он по-прежнему следит за скачками. Вот черт. У этого парня явно не все дома. Кстати, откуда вообще взялось такое выражение? Может, у этого жердяя дома сидит целое семейство, жена, дети и чем черт не шутит, щенки, и все ждут, когда он притащит домой со скачек охапку денег. Так или иначе, Годзилла глаза выпучены, пухлые кулаки сжимают билеты, не двигается с места. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, но я все-таки решаю взгромождиться на Годзиллу, и добравшись до вершины, даю ему пинка. Это, наконец, приводит его в чувство. Беги, беги! Кричу я ему вслед. Это полезно. Я припрыгиваю через ограждение и приземляюсь на центральную дорожку. Папин портфель проносится мимо, и теперь меня отделяют от горбатого горлопа на только клубы пыли. Он приближается, раскинув крылья, едва не касаясь руками земли. Когда земляне узрят мою мощь, я легко их порабощу. Живая горгулья, как она, есть умом и сообразительностью не отличается. Слушай, Гуля, у тебя изо рта торчит кусок коня, но я не об этом, чего ты так привязался к этому рабству. С экономической точки зрения рыночная модель с развитым средним классом намного выгоднее и порождает куда больше потребителей. Ай, он все равно не слушает. Он заметил, как все те люди, которые только что на него пялились, теперь ломанулись к выходу. Монстр делает крутой вираж и устремляется за ними. Люди! Узрите мою мощь! В его голосе я слышу грусть. Оценив иронию момента, я кричу и улюлюкаю. Бегите, болваны, бегите! И гонка начинается. Я на секунду останавливаюсь, чтобы сделать ставки, и спешу к месту событий. Вы только посмотрите, как они бегут. Мчатся во весь опор, словно от этого зависит их жизнь. Даже Годзилла выкладывается на полную. А вот и очкастая злюка, она несется, сметая всех на своем пути, обрекая их на верную гибель, чтобы только выторговать еще несколько драгоценных секунд своей никчемной жизни. Годзилла пытается вырваться вперед, но очкастая злюка сшибает его и перепрыгивает, не моргнув глазом. Решив, что перед ним та самая желанная цель, 50 оттенков прибавляет ходу. Но, божечки мои, она наддает еще сильнее. Очкастая злюка мчится впереди всех. Она уже в двух шагах от своего внедорожника. Она выхватывает брелок с ключами. Кажется, будто она смогла оторваться, но. Ох. 50 оттенков почти успевает схватить ее, но она ныряет под внедорожник. Какой поворот? И это еще не конец. Монстр хватает злосчастную машину и поднимает в воздух. Очкастая злюка пытается уползти, но отступать некуда. Так, так, так. Я не могу этого допустить, да. А может, все-таки могу? Ну, пожалуйста. Нет. Не можешь. Ой, ну ладно, ладно. Вы в курсе, что все больше напоминаете Престон? Я подбегаю ко всей этой свалке и взбираюсь на светофор. Один изящный прыжок, и я уже на широкой спине леди Гарги. Я хватаюсь за его каменный загривок и всаживаю катану в тугую разбухшую плоть. Узрел мою мощь Гарги. Уязвленный, во всех смыслах, он ревет и пытается меня скинуть. Я скачу на нем, словно на механическом быке, на огромном сером механическом быке. Ну разве я не красавчик, а? Я вскидываю руку и кричу. Их, ха. Никогда не стоит недооценивать того, на ком скачешь верхом. Сразу после моего крика монстр наклоняет голову, и я устремляюсь вниз, словно вода изо рта у Гаргули. Я приземляюсь на новенькую Тейту Приус. К счастью для меня, эти гибридные авто довольно мягкие. Машина с хрустом принимает на себя большую часть удара. Живая Гаргуша в ярости. Настолько, что временно меняет приоритеты. Теперь основная задача монстра, не столько продемонстрировать свою мощь, сколько убить меня. Он устремляется ко мне, но у меня в руке баллончик, и я, вне всякого сомнения, нахожусь достаточно близко, чтобы его применить. Я держу палец на распылителе и готов в любую секунду завершить эти скачки. Но всегда есть какое-то, но Гарге это не нравится. Почуяв опасность, он расправляет огромные крылья и взмахивает ими. Вух! Мои аэродинамические свойства оставляют желать лучшего, так что я слетаю с машины и падаю на землю. Тоже можно сказать и об аэродинамических свойствах баллончика, но он намного легче, и поэтому взмывает в воздух, словно обрывок бумаги, подхваченный смерчем. И как вы думаете, куда же летит эта смертельно опасная баночка? Помните водохранилище, о котором я упоминал? То самое, которое поставляет миллионам чистую воду. Я еще божился, что оно не имеет никакого отношения к событиям этой главы, равно как и лошади с ипподрома. Да, баллончик летит именно туда. Похоже, Чехов был прав, хоть он и умер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok